Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок. Меня зовут Русский Хилан, я вас приветствую. Сегодняшний выпуск мы посвятим чесноку, не обычному чесноку, а вот такому большому, крупному, который хоть и редко, но все же встречается у садоводов, огородников, любителей. Среди множества разнообразных видов и разновидностей луков и чесноков, этот занимает особое место благодаря своему огромному размеру. На постсоветском пространстве в многих русскоязычных странах этот лук неправильно, ошибочно называют луком ракомболем или чеснок ракомболь. На самом деле это слоновий чеснок, и он очень сильно отличается от того традиционного чеснока, который называется лук-посевной, чеснок в нашем привычном понимании, который мы обычно используем у себя в огороде и на кухне. Особенностями выращивания этого лука или чеснока, а все эти растения, и лук репчатый, и шалот, и чесноки, они все относятся к роду лук, поэтому его можно называть и лук, и чеснок, как больше нравится. Особенностью является то, что его можно выращивать как в азимой, так и в яровой культуре. Поскольку очень часто его все-таки называют чеснок ракомболь, то многие не знают, как по-настоящему и правильно его выращивать, и выращивают его как обыкновенный, ну, например, азимый чеснок. В этом случае ему не дают достаточное количество органики и применяют те же самые агротехнические меры, что и к обыкновенному чесноку. При всем том, сам слоновий чеснок гораздо ближе по своим родственным связям, например, к луку-порею. Именно поэтому богатая заправка почвы органикой является одним из важных условий успеха выращивания этого лука. Второе важное правило при его выращивании – вам необходимо обеспечить большое количество влаги для него. Это то, что обыкновенный вот такой вот чеснок совершенно не любит. И третье, о чем вам нужно помнить, это что при его цветении совершенно не стоит выламывать стрелку. Если от выламывания стрелки азимого чеснока урожайность головок самих чесночков, вот этих зубочков, повысится, они будут крупнее, то у вот этого слоновьего чеснока лишь увеличится количество деток маленьких, а размер самой луковицы вот этой не увеличится. Сам лук, вот этот слоновий, конечно же, он отличается и по другим характеристикам от традиционного чеснока. Прежде всего, это, конечно, вкусовые ароматические качества. Ну, пахнет он, конечно, характерно для различных растений из рода лук, однако же, конечно, все-таки иначе, чем привычный для нас чеснок. Поэтому, если вы его видите в магазине или планируете посадить, то понюхайте его сначала, а потом примите решение, нравится вам его запах или нет. Он довольно специфический. Кроме того, надо понимать, что вот эти вот луковицы не очень хорошо хранятся. Они очень легко отстают вот эти чешуи от самой луковички, и поэтому сохранить его бывает достаточно сложно. Он очень-очень подвержен болезням, в первую очередь фузариозу. По этой причине он требует особого внимания в защите от грибковых заболеваний. Поэтому применение биологических средств, таких как бактоген и других, при выращивании этого чеснока слоновьего, является очень-очень важным. Несмотря на то, что лук слоновий или ракомболь, но все-таки это лук слоновий, считается не очень морозостойким, вот наш опыт выращивания этого ракомболя, в кавычках, достаточно хорошо показывает, что белорусские зимы, зимы умеренной зоны, под хорошим мощным мульчированием он выдерживает. Однако же лучше всего его высаживать весной и содержать в яровой культуре. В таком случае возникает законный вопрос, как же эти луковицы как следует сохранить до весны, если они хранятся довольно плохо. Надо сказать, что даже и у обыкновенного чеснока, чем крупнее луковичка, вот один зубочек, тем она хуже хранится. Хуже всего хранятся сорта с крупными зубками, чуть лучше хранятся со средними, чуть еще хуже хранятся с такими вот небольшими, ну а лучше всего, конечно же, хранится меленький чесночок яровой, ну или азимы, сорта с мелкими луковичками. Но, несмотря на это, все-таки вот даже такие крупные луковицы можно сохранить. Те луковицы, которые предназначены для хранения на семена, вам необходимо обязательно окунуть в раствор препарата сенной палочки, высушить, даже если у вас луковичка очистилась, это ничего страшного, и вы можете положить это все в бумажный пакет после просушивания и отправить в холодное место, а лучше всего в холодильник. Если у вас есть холодный подвал с температурой от минус 3 градуса до плюс 5 градусов, вот в таких пределах, то вы можете эти луковички поместить в сухой песок, можете этот песок предварительно немножко увлажнить, очень легко увлажнить препаратами сенной палочки, подсушить этот песочек и туда поместить вот эти луковички. И в таком случае они, как семена у вас, сохранятся очень и очень хорошо. Ну, а те луковицы, которые вы будете предназначать для потребления в пищу, придется употребить, ну, по крайней мере, до февраля, ну, до середины февраля. Иначе потом они просто станут непригодны для потребления в пищу. В пищу такой слоновий чеснок потребляется, как и обыкновенный чеснок. Он обладает гораздо менее острым вкусом, но сильным специфическим ароматом. Его лечебные, такие профилактические, витаминизирующие, фитонцидные свойства ничем не уступают обыкновенному чесноку. Поэтому, ну, несмотря на то, что он еще не очень широко распространен, я все-таки советую вам завести его, если у вас будет к нему доступ, соседи будут предлагать, или где-то, может быть, за границей вы увидите такой вот лук-чеснок слоновий. И среди многих луков это и шнит-лук, и слезун, и скорода, и душистый, и батун, и многоярусный, и парей, конечно, разновидности репчатого лука, и шалот, и семейный лук, и многие другие, он вполне займет свое достойное место. Ну, кроме того, что у него такие достаточно ценные лечебные качества, традиционные для лука и чеснока, он еще достаточно декоративен. Это большое, крупное, мощное растение, которое красиво цветет, привлекает большое количество пчел, других опылителей растений, и может выращиваться не только как пищевое, но и как декоративное растение. Что ж, я желаю вам иметь красивый сад, красивый огород с этим луком, оздоравливаться этим луком. Не так уже мало времени осталось до прихода к нам гриппозных эпидемий, и поэтому этот лук-чеснок наряду с традиционным чесноком должен стать вам помощью в профилактике этого тяжелого вирусного заболевания. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!